Ну что, всем привет! Я бы сказал доброе утро! Поехали сегодня поработаем немного в офисе так как я по воле случая оказался в списке необходимых сервисов Новой Зеландии поэтому приходится и поездить в офис поработать. Ну какая благодать-то этими ранними часами на карантине без машин на дороге просто удовольствие особенно для тех, кто сидит дома и их машина стоит в гараже или еще где-либо и хочет порулить вот это кайф, я вам скажу выезжаешь, никого нету класс! Я бы вам показал наверное есть какие-то приложения которые снимают сразу спереди и сзади, надо будет попробовать поискать что-нибудь интересное, потому что возможно кому-то интересно посмотреть как у нас дороги говорят что здесь они хорошие да хорошие но я бы не сказал что прям стекло есть всякие заплаточки тут и сюда как вы уже видите вот нет-нет да потрясывает кстати сегодня машин так относительно почему-то первый день третьего уровня возможно некоторые поехали по своим работам дабы предоставлять сервисы всем остальным вот такие дела пока Марк спит и Ульянка занимается мне нужно быстренько все убрать почему-то когда все дома дома какой-то прям бардак на кухне вообще живого места нет там у меня варится суп на обед ну что я убралась теперь чисто красиво можно начинать готовить у нас вот есть на кухне одна проблема с большой комфоркой она очень сильно коптит я из-за нее испортила всю посуду она вот вся черная мы смеемся как будто мы на костре готовим мы думали что проблема в газе у нас газ на баллонах но мы уже несколько раз меняли баллоны и ситуация не меняется причем это происходит только с одной комфоркой я вот теперь стараюсь крайне редко ее использовать и готовлю на маленьких конечно это дольше времени у меня занимает может у кого-то есть какие-то идеи или кто-то сталкивался с такой проблемой что можно сделать но с этой проблемой мы не обращались к нашему хозяину потому что у нас был опыт с посудомоечной машинкой она у нас не работала три месяца мы там и писали и звонили и просили что поменяйте нам уже в конце концов потому что когда мы снимали этот дом было заявлено что посудомойка есть и мы платили полную стоимость за как бы дом а пользоваться получается посудомойкой мы не могли в общем все что не делается делается к лучшему та машинка сломалась она как оказалось была очень невместительная потому что здесь машинка маленькая не стандартного размера и у меня каждый раз челлендж впихать туда невпихуемое но вот это мне очень нравится ну вот пошли с Ульянкой в аптеку смотрю у нас ликер шоу подкрылся правда туда не запускают но можно купить на магазинах с одежды такие вывески закрыто до уровня 2 а вот здесь дальше кафешка и написано что они открыты но только для того чтобы прийти и забрать ну кстати вот у них открыто окошко а мы все идем стою сейчас в аптеке ничего трогать нельзя руки санитайзером не обработали ну что продолжаем мою сегодняшнюю эпопею вроде сейчас вот я выехал на моторвей в общем ездил я сегодня за монитором такой поехал уровень 3 сегодня же как бы вступил в силу думаю уже такой приготовил себе отмазку для ментов на случай если меня остановят мол типа что монитор входит в список востребованных еду с этой отмазкой в голове короче сегодня стяг такой думаю может позаписать такой что думаю показать как это происходит сейчас покупка то товаров бесконтактная такой думаю ну ладно не буду короче там фиг его знает сам не знаю что буду там тупить чтобы не забивать эфир и все такое но только приезжаю чуваку говорю ну все я приехал причем я ему написал за полчаса ну то есть я выезжаю чувак я сейчас буду ну там магазин такой я выезжаю скоро буду заберу монитор ну окей давай ну тебе придется там платить онлайн банки не вопрос я еду еду короче приезжаю говорю ну все чувак я приехал давай монитор он такой а ты платил я говорю нет ну он там принтер стоит все выезжает бумажка наплати на этот аккаунт я говорю ну точнее цену хочу говорю ну цена такая же да 199 как и там у вас в публикации они такие ну да а ты типа а тебя типа этот Лео зовут я говорю нет я говорю Сергей они такие а сори братан тогда мы его продали я там да вы че говорите да я полчаса назад вам писал я говорю может это вы мне его продали ха ха отошел это вы там как нибудь проверьте он там что-то отошел то что там посмотрел то сюда нет сори бро говорит мы продали его этим там какому то Лео чуваку ха ха я крутой кандем как бы я тут столько ехал Говорю к вам туда-сюда И вы мне тут это Сори бро Сегодня я забрал софтбокс Свет Чтобы делать хорошее освещение Чтобы вам было приятно смотреть Качественный контент В общем До скорого Ну вот этот чувак оказался лучше чем предыдущий Короче забрал я монитор Он мне даже Я у него выпросил небольшую скидку В 10 целых долларов У чувака Свой номер так же как его зовут Кенли Кенли Классная такая песенка была Одна болгарская Тетенька спародировала Кенли 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 отличной диагонали 27 диагональ full hd apps матрица довольно таки узенький вот такой у нас этап получился то есть раньше века делала только на вот этом вот моем старом ноутбуке клавиатурку я потом притащу в общем очень красиво я считаю теперь в разы в разы видно что экран больше тут 15 диагональ 27 ну не в разы ладно почти в два раза да но так что очень круто по поводу света вот такой классный у нас теперь есть свет который мы будем ставить сразу уже видите как приятно посмотреть когда правильно светится рассеянный свет и получается хорошая картинка вот тут как то вот так вот я вот приехала в русский магазин хочу взять гречки а то там пишите типа что мы поправились надо худеть будем на гречке сидеть у меня попросили если кто-то будет около входа чтобы я подождала и не подходила ну вот я приехала из русского магазина я там купила большую пачку гречки она стоила 1150 до и две пачки смели-сунели приправ где-то они по 2 доллара стоят собственно это все мои покупки в обычном магазине у нас гречка не продается гречку можно найти в китайском магазине то зеленую но мне она не очень как-то нравится она как-то разваривается вот поэтому мы ее не берем ну вот на сегодня все всем пока пока